Всем привет, друзья, с вами Джонни, и играя на родине, я столкнулся с такой проблемой, что после Аризоны в Сампе, где я привык играть с множество скриптами, на родине я попросту никак не мог установить эти скрипты. Речь не идет про какие-то запрещенные софты, они ведь запрещены на всем проекте, я говорю про тот же камхак, c-тайм или калькулятор в чате. Короче, если вы также не знали, как решить эту проблему, то обязательно досматривайте ролик до самого конца. Если что, я играю на сервере Восточный Округ, скачать родину ты сможешь по ссылочке в описании. Если будешь регистрировать здесь новый аккаунт, указывай мой никнейм при регистрации. Ну и также на шестом уровне не забудь указать самый топовый и прокачанный промокод решеточка стар, ибо за него я лично тебе скину полтора миллиона. Ну все, друзья, желаю вам наиприятнейшего просмотра. Что ж, друзья, переходим в гугл и в поисковике вбиваем следующее. МВД Хелпер Родина РП. Нажимаем поиск и заходим по первой же ссылочке. Тут есть какая-то премиум версия, но она нам в принципе не нужна. Хотя если вы увлекаетесь в ПД, то можете ее, конечно же, приобрести, но пока же нажимаем просто на установить. Рекомендую скачать автоматический установщик. Нажимаем на синюю кнопочку. Ну и снизу, в общем-то, у нас начинается загрузка. Дожидаемся, пока все это у нас скачается. После того, как у нас скачался МВД Хелпер, открываем его. Нажимаем «Да». Далее. Принимаем все условия соглашения. Также нажимаем здесь «Далее». И теперь самое главное. Нам нужно провести путь к нашей директории, где установлена Родина РП. У меня это вот здесь. Нажимаем «Ок». Далее. Нажимаем «Да». И, друзья, что мы делаем дальше? В этой менюшке мы выбираем здесь «Мунлоудер версию 0.26 для Родины КРМП». После этого нажимаем «Далее». И «Установить». Установка должна занять не так уж и много времени. Ну и как мы видим, установка завершилась. Нажимаем «Завершить». И теперь переходим в нашу папку с игрой. Вот так вот она выглядит. Теперь у нас установлен здесь «Мунлоудер». Заходим в папку «Мунлоудер» и видим здесь установленный «МВД Хелпер». На самом деле я с ним не играю. Поэтому, если вы также, как и я, больше фармилой не играете в ПД, можете его просто удалить. Удаляем вот эти вот три файла. Далее советую после первой установки зайти в игру. И, кстати, один важный пункт. Убедитесь в том, что у вас не стоит галочка на автоочистке. Ибо каждый раз с этой галочкой у вас будет очищаться ваша игра. И файлы, которые вы установите, будут удаляться. Так, друзья, мы зашли на Родину. И чтобы убедиться, что у нас все правильно установилось, нажимаем на кнопку «Ё». И, по идее, у нас должна открыться консоль самфункса. Если все это у нас открылось, то значит и скрипты мы также сможем установить. Пока что в сборке у меня нет никаких скриптов. И что больше всего мне нравится во всем этом, это то, что я могу взять и перенести свои скрипты из сампа. Например, давайте перетащим отсюда «SetTime» и «SetWeather», «Reconnect». Просто копируем эти три файла, заходим в папку «Cleo на Родину» и вставляем их. Также перетащим и вот этот вот файл. Установлю, пожалуй, и свои тени. Также из самфункса, пожалуй, перенесу вот этот вот файл, чтобы игра у меня сразу же закрывалась. Ну и самое главное, это то, что у нас в Moonloader, а именно скрипты. Как вы видите, скриптов у меня для сампа довольно много. Но тут нужно быть внимательным. По сути, все эти скрипты будут работать и на Родине. Первое, что советую перенести, это, конечно же, «Лебы». Заменяем все заменой. Далее. В сампе у меня есть такой скрипт, как «Время на экране». Называется он «SetTime». Переносим эти два файла в нашу папку. Далее еще один прикольный скрипт. Это «Money Separator». Переносим его сюда. Скрипт под названием «Chat Calculator». Думаю, вы прекрасно понимаете, для чего он нужен. Это, в общем-то, калькулятор у нас в чате. Также еще один скрипт «Alt Enter». Это, чтобы наша игра при нажатии этих двух клавиш не делалась в окне. Ну и, по сути, я думаю, все. Ну и, в принципе, я уже понял то, что наши скрипты работают. Скорее всего, уже добавили обнову. Можно появиться на месте прошлого выхода. Ну и да, друзья, теперь, как мы видим, в чате у меня можно заметить надпись от «Reconnect». Также появился «SetTime». Можно теперь видеть «Время на экране». Также давайте проверим, работает ли у нас смена погоды и смена времени. Как вы видите, могу менять и ставить вообще любую погоду, которая только мне понравится. Теперь играть будет намного приятней. Что ж, друзья, надеюсь, этот ролик будет вам полезен. Не стесняйтесь задавать какие-то вопросы в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Ну а с вами был, как всегда, Джонни Стар. Всем до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok